Вы что? Зачем запускать Северный поток ДО? Это очень сложная операция на людей, которых вы расстреливаете и травяете собаками. Штенец говорят, мы, конечно, дебилы, но мы же не мазохисты. Это русские мазохисты, мы не дебилы. Когда вы дружно скачете с кастрюльками на головах и кричите «Россия виновата», вы в процессе этого скакания договориться не можете. Европа привела к власти фашистов в 2014 году на Украине, и Европа должна быть за это уничтожена. Еще одна зарисовка. Меркури, такой известный публицист из когорты Владимира Соловьева, Корнаухов и все вот эти. Меркури, значит. Владимира Соловьева знаю, Корнаухова не знаю. Меркури тоже не знаю. Ну ладно, шпака не врал. Меркури пишет. Сергей Степашин, человек со сложной биографией, на Петербургском форуме, не приведя никаких документальных аргументов и статистики, некорректно назвал программу импортозамещения надувательством. И здесь огромная статья по этому поводу, суть которой пример такая. Системные действия властей исчисляются тысячами пунктов по большинству базовых отраслей, по которым предусмотрено организовать отечественное производство или наладить кооперацию с дружественными странами. Короче, импортозамещение у нас. Какое надо импортозамещение? Тут бы вы кому отдали предпочтение? Степашин против Меркури. Ну, понимаете, что видно. Во-первых, товарищ Меркури не понимает смысла звуков, которым он издает. Он не понимает, не знает языка, на котором он разговаривает. Потому что системных мер тысячи не бывает. Системные меры бывают считанными, но то они и системны. Если у вас тысячи мер, то это уже отдельные операции по отдельные точечные действия, то это хорошие, наверное, необходимые, по реализации общей схемы. Ну, там, например, отменить НДС, ввести налог в продаж. Да, это системное решение. Отменить экспортные пошлины, ввести акциз на жидкость. Это решение системное. Сотни действий по реализации этого системного решения – это не системное решение. Вот, дальше. Сергей Вадимович Степашин работал, у него сложная биография, но он работал премьер-министром. Короткое время, очень сложное время, он рассматривал себя в качестве президента, в качестве одного из приемников, Бориса Николаевича Ельцкого. Кем работал господин Меркель? Я не знаю. Но он точно не имел никакого отношения к государственному управлению никогда. И если человек прячется за псевдонимом, то, наверное, в его биографии есть что-то. Нет, это вроде бы его настоящая фамилия. Меркель. Но я так понимаю, он работает то ли на Мантрово, то ли на Ростех, чтобы рассказать, что у нас импортное решение всего года. Это очередной блогер за 20 копеек. Ну а что тогда его цитировать? Вот, дальше. А потому что это только один из примеров, понимаете, такого очень много. Товарища Меркель, нет, ну господин, все научились в СММ. Сейчас же сектор СММ живет за счет госзаказа, так же, как российский кинематограф, и выдает примерно те же самые по качеству изделия. Хотя есть и шизер, никто не спорит. У кинематографа и у СММ. Дальше. Товарищ не удосужился даже узнать, что такое Питерский экономический форум. Нет, это Питерский юридический форум. А, юридический. А тогда я не знаю, понимаете? Потому что я не знаю, что такое юридический форум. А вот на экономическом форуме у вас возможность выступить это 5 минут максимум. И в течение 5 минут вы не можете физически привести значимое количество примеров. Так что, если бы Степашин выступал на Питерском экономическом форуме, можно было бы предъявить товарищу Меркель эти претензии. Если на юридическом, я не знаю, что это такое. У меня встречный вопрос. А с какого перепоя на юридическом форуме обсуждают импортозамещения? Просто вопрос. У нас что, в юридической сфере так все хорошо? У нас, блин, законы применяются. У нас суды судят, наверное. Если не справедливость, то хотя бы по закону. Правда. У нас правоохранительные органы исполняют свои обязанности. Даже без помощи бутылок. Ну, коллеги. Михаил Вянович, так может они там обсуждали, что такое надувательство с импортозамещением надо как-то обернуть в уголовные дела? Ну, может быть. Хотя Сергей Вадимович человек тихий, интеллигентный, вежливый. Можно еще вспомнить, сколько лет ему. Ну, товарищ Меркьюри явно в Википедии не пользовался подготовки своего поведения. Он, наверное, кошелеком пользовался. Но, на самом деле, а зачем нападать на Степашина, когда есть, извиняюсь, товарищ Клихас, который все это расписал достаточно давно? Правительство России начнет давать в долг самому себе. Извините, и последнее. Понимаете, если у нас все было хорошо с импортозамещением, у нас не было бы потребности повышения товарища манту. Когда где-то что-то все в порядке, там есть нормальная бюрократическая логика. Работает не чешите. Не меняйте. Если гондурас работает, его не надо чесать тем более. И если происходят бюрократические притурбации, например, повышение манту, и это как раз признак того, что импортозамещение признано неудовлетворительным, нужно дать дополнительные полномочия. Переводится в бюрократическое язык на русский. Ребята, если признано импортозамещение неудовлетворительным, чего вы скачете? Там Путин что-то про Растех тоже высказался. Мне интересно было бы, как товарищ Меркьюри сказал бы про Путина. Человек со сложной судьбой. С неоднозначной биографией. Ну, а что? За границей работал. Может, у него там какие-то связи остались за границей. А это же по нынешнему временам компромат связи за границей. Не приведение единого примера. Я цитирую. Как я понял, дословно, товарищ Меркьюри. Обрушился на импортозамещение. Хотя там все хорошо. Зачем на Степашина нападать, когда Степашин, как я понял, просто процитировал Владимира Владимировича. Ну, они там старые знакомые, поэтому, может быть, он с некоторым опережением его процветил. Хипстерам на грантах об этом не сообщают. Сейчас опасно критиковать высокопоставленных деятелей. Послушайте. Но если Меркьюри, как вы выразили, защищает Чемезу, защищает Мантурова, то он может делать все, что угодно. А, ну, логично. В абсолютной безопасности. Это человек, у которого железобетонное прикрытие. Правительство России начнет давать в долг самому себе. Правительство сможет выдавать средства Фонда национального благосостояния в долг самому себе, следует из проекта поправок, опубликованного на портале правовых актов. До 50% средств ФНБ можно будет инвестировать в облигации федерального займа. Это вообще зачем? Это что такое? Ну, это бытовой идиотизм. Когда в Минфине создан департамент, который занимается Фондом национального благосостояния. И есть департамент, который занимается привлечением займа. Ни тот, ни другой заниматься развитием страны не хотят, потому что это не их дело, в принципе. Но им нужно демонстрировать какие-то усилия. И вот встречаются за столовой два замначальника департамента. И, слушайте, какие проблемы? Да, блин, всякие сволочи нас поливают, что мы не используем деньги ФНБ на благо Родины. Что мы их замораживаем, что у нас их замораживают. А у тебя какие проблемы? Да, блин, никто этим дуракам в долг давать не дает. О, слушай, так давай. Мы используем средства ФНБ, а ты отчитаешься, что ты взял в долг. Это будет очень рентабельное вложение. Из левого кармана переложить в правый. Очень по-силуановски, очень соответствует с нынешней политикой государства. Какая-то реальная польза с этого будет? Ну, эти деньги теоретически можно будет направить на что-нибудь полезное. Теоретически. А можно не направлять. Можно будет положить эти деньги, вывезти их из ФНБ. Ну, как раньше с кредитами. Зачем брались кредиты? Кредит брался для того, чтобы деньги заморозить на счетах бюджета. Часть замораживалась в ФНБ, часть замораживалась просто на счетах бюджета. Сейчас разница в чем? Данные об остатках ФНБ Минфин продолжает публиковать. Данные о неиспользуемых остатках в целом он публиковать перестал. То есть, что он делает теперь? Он берет деньги из Фонда национального благосостояния, где они прозрачные. Дает взаймы сам себе. И эти деньги, взятые взаймы у самого себя, он перекладывает на те счета, которые непрозрачны. И раньше, когда они кричали, ой, у нас ФНБ сократился. И мы отвечали, ребят, но у вас бюджетный резерв в целом вырос в деньги из ФНБ. Переложили на используемые счета бюджетов казначейства. Или на бюджетные депозиты. Теперь эти статьи закрыты. Можно будет просто кричать, ой, какой кошмар. У нас в ФНБ закончились деньги. Нужно повысить налоги и сократить расходы. Все. В рамках подготовки Майдана. Михаил Геннадьевич, почти месяц назад было озвучено, что рубль надо возвращать из переукрепленного состояния в коридор 70-80 рублей за доллар. И ничего. Понимаете, заклинания хорошо работали в первобытном общинном строе. Там шаман рисовал на стене пещеру. Сцена удачной охоты. Мужики, надо, чтобы охота была удачной. Дальше мужики шли на охоту. Если они добычу добывали, то охота была удачной. Шаман был в шоколаде. Теперь у меня появилась новая мечта, чтобы у нашего канала появился свой мультипликатор. И он бы сейчас рисовал, значит, силуанов с копьем, с листьями вместо одежды. Биулина в короткой юбочке. Не надо это рисовать. Вот ради бога не надо. Биулина была бы в медвежьей шкуре. Так, продолжай. Нет, в медвежьей шкуре у нас, так сказать, некоторое животное. Если вы посмотрите на эмблему «Единой России», вы его увидите легко и сразу. Не будем называть его здесь. У нас часть аудитории имеет соответствующий жизненный опыт. А если мужики с охоты возвращались пустыми, но у нее племя вымирало с голоду и тоже никаких особых проблем не было. Сейчас экономика более сложная. Она более сложная. И когда вы говорите, что что-то нужно сделать, при этом не делаете ничего, вместо рисования презентаций на стенах пещер шаманами, сейчас рисование презентаций пауэрпойнтами студентами. На самом деле министр дает поручение замминистру и по цепочке студента-практиканта обычно рисуют. Потому что все остальные работают не то, чтобы не хотят. Они их, в принципе, не могут. То есть те же самые шаманы, только студенты, они в роли переработанных шаман. Но результат тот же самый. Просто племя... Есть советский запас прочности, советская цивилизация. Поэтому, так сказать, совокупность племен пока не вымирает. Что они сделали? Они смягчили финансовую политику. Но причины укрепления рубля от этого не изменились. Потому что импорт крайне ограничен. Экспорт в ситуации, когда наши власти делают все для того, чтобы выполнить свои обязанности перед теми, кто нас пытается уничтожить, как они говорят. И нет, они говорят не так. А сейчас близко к тексту. Этот самый сказал Песков. Или Песков уже нужно его произносить в соответствии с названием населенного пункта. Значит, он сказал, что наша задача не допустить возникновения никаких неудобств тех, кто нас пытается убить. Вот что-то в этом духе. Соответственно, мы экспорт осуществляем изо всех сил. Валютную выручку мы получаем. Валютную выручку мы использовать не можем в соответствующих масштабах. Она накапливается. Естественно, все... Но как же экспорт изо всех сил? Вон Газпром вентиль наконец-то перекрыл. Не-не, это Газпром вентиль перекрыл. Вы не путайте. Вы не путайте. Газпром турбину не поставит. Это самосанкция. Это не наш ответ на западные санкции. Контрсанкции. Это американцы не выдержали. Не дождались от нас ответа. И они принудили европейцев самим отрезать себе все выступающие части тела. Начиная с наименее нужных для современных европейцев. Нет. Санкции с нашей стороны были бы, если бы мы прекратили хотя бы финансирование фашистского режима на Украине. Прокачка газа по ее территории. Но они же сами сократили прокачку в два раза. Это они сократили. Это не мы сократили. Ну, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Но валюта поступает в страну. Но Мирон делает все для вывода капиталов из страны. А выпихивает их руками, ногами. И Силановки, как я понимаю, помогает. Но капиталы смотрят и говорят, так, братва, нас же там украдут значительно с большей вероятностью, чем нас украдут здесь. Потому что, как это не смешно, российское государство сейчас на фоне Запада является единственным цивилизованным европейским государством. Единственным цивилизованным государством. Но не в северном полушарии, потому что там Китай есть. Но в единственном государстве, в самом цивилизованном государстве, у нас всех, которые имеют какое-то отношение к западной цивилизации. Сформулируем это политкорректно. Мы, конечно, восточная Европа. Но, тем не менее, мы все-таки последние оставшиеся европейцы на этом свете. И капиталу безопаснее здесь. Поэтому все попытки выпихнуть капиталы туда, они весьма относительны. Капиталы приходят сюда. А дальше на валютные биржи у нас получается дисбаланс. Когда валюты больше, чем рублей. Потому что это элементарно начать эмиссию рублей для того, чтобы направить эти рубли на развитие страны. Но развитие страны – это же харам для наших либеральных фундаменталистов. Это же полное табу. Это же запрещено. Развиваться могут только финансовые спекуляции. Финансовые спекуляции кончились. Запад их закончил. Соответственно, есть валюты, они не могут ее выгнать из страны. И поэтому они ослабляют рубль. Смягчение в денежной политике, в спекулятивных целях. А дальше рубль опять начинает укрепляться. Потому что факторы укрепления рубля носят среднесрочный характер. И, соответственно, наше замечательное руководство денежно-финансовой сферой, денежно-кредитной сферы, оно эти факторы вообразить, в принципе, не может. Не способно. Оно мыслит краткосрочными спекулятивными колебаниями. Ну вот и все. А дальше-то они что будут делать? Снижать процентную ставку, может быть. А может быть, наоборот, повысит, потому что ФРС же повышает. Мы же не можем понижать процентную ставку в то время, когда хозяин ее повышает. Это же неприлично. А вот существующий дисбаланс, существующее переукрепление рубля, оно как бы какими-то ощутимыми проблемами обернется? Оно оборачивается проблемами очень серьезными для российских производств. Потому что это стимулирование всего импорта, это правильное стимулирование, но в том числе того импорта, который нам не нужен и который убивает наши производства. Грубо говоря, если я произвожу недостаточно гвоздей, ну там Валентина Ивановна привела пример с гвоздями, 75% гвоздей Россия производит для себя, 25% импортирует. Значит, если я ввожу импорт в пределах этих 25%, это хорошо. Если я ввожу импорт сверх этих 25%, это плохо, это убийство российских предприятий. Любой вменяемый человек, который учился в средней школе, понимает, что в этой ситуации нужно защищать российских производителей импортными пошлинами. То есть 25% гвоздей мы ввозим без пошли. Еще и доплатим вам, дорогие друзья, везите только к нам свои замечательные гвозди. Первый же гвоздь сверх этих 25%, то есть первый гвоздь, который начинает отнимать рынок у российских производителей, должен облагаться пошлим. Минимум 40%, а если из страны-грабителя, то 80%. Все. У Слюков такой схемой поднял российское птицеводство из полных руин. Когда были только импортеры, птицефабрик практически не осталось. У Слюков мне сказал, мужики, а давайте мы будем, вы будете инвестировать, вы же не знаете, у вас денег к уровню клюет, вы не знаете, куда их инвестировать, давайте мы ваше производство обеспечим гарантированный сбыт в России. Каждый год собиралась эта ассоциация импортеров мяса птиц. И эти птичники говорят, так, мы сможем нарастить производство на 10 тысяч тонн, мы на 20 тысяч тонн, мы на 50 тысяч тонн, в целом на 100 тысяч тонн. Зашибись, значит, мы на эти 100 тысяч тонн сокращаем импортные коды. То есть вы беспошлино в прошлом году возили 300 тысяч тонн, в этом году вы ввозите 200 тысяч тонн. Все, до свидания. Ну, и в идеале эта ситуация, как в Швейцарии, но в Швейцарии для себя производят все сама. Ее секрет не в финансах, ее секрет не в медицине, даже не в венах. Ее секрет в том, что она для себя производит все сама. И на рынке, там у них чудовищные пошлины, а если вы хотите ввести в Швейцарию вино, вы платите пошлину чуть не 100%. Но при этом всему импорту выделена квота 10% рынка, ни копейкой больше. Потому что Швейцария это производит сама. Вот это серьезно. Это работает на поддержку создания рабочих мест, на обеспечение благосостояния своего народа, а не чужого. Но понятно, что в этих категориях мыслить не могут даже те представители нашей правящей тусовки, которые теоретически мыслить способны. Впервые, честно говоря, слышу от вас про Швейцарию. Интересный опыт. Да. А у меня туда один знакомый решил поставить... Ну, знаете, у нас же очень много сейчас производится армянского коньяка во Франции. Ну, армянские виноделы понимают, что производители коньяка поняли, специалисты хорошие поняли, что в Армении рынок маленький, все уже куплено французами. Но если все куплено французами в Армении, они поехали во Францию, создали там свои коньячные дома с нуля и, в общем, очень неплохо раскрутились. И заходят они такие в Швейцарию. Говорят, ну, ребят, ну, в общем, на 100%. Ну, условно, 100%. А 80 или 150, я не знаю. Говорят, хорошо, мы готовы. Потому что швейцарский рынок, понимаете, это премиум коньяк, это люкс, это все очень дорого. 100% приемлемо. Хорошо, годится. Говорят, ну, слушайте. И вторая вещь, понимаете, у нас пока никто с нашего рынка еще не ушел. В смысле? Ну, понимаете, мы можем вас запустить на рынок, когда кто-то из тех, кто сейчас поставляет на рынок, перестанет нам поставлять. Освободить место. Да, квота выбрана. 10% квота выбрана. Но, вы знаете, мы вас в список включили. Ваш номер 8. Вы будете смеяться. Люди русской культуры общались с обеих. Строго-то были переговоры между своими. Ваш номер 8, поэтому не переживайте. Подождите, в Швейцарии государственные вот эти моменты представлял тоже выходец из СССР? Понимаете, это же не бизнесмен говорит с министром. Это юрист говорит с юристом. Это же Европа. Там юрист разговаривает с юристом. Мы к вам зайти сможем? Сможете. Пошлина такая годится? Годится. Отлично. Как только придет ваша очередь, вас пустят. Надо брать на вооружение. Свободные европейские ценности в разрезе экономики. Либерализм, как он должен быть? Эти одичалые, которые о европейских ценностях, судя по тому, что происходит в зоопарках, в вольерах обезьян и даже некоторых не очень высших приматов, они просто принципиально не хотят знать, что происходит на самом деле. На самом деле, по очень простой причине. Понимаете, с обезьянами не разговаривают. А наших либеральных реформаторов на Западе воспринимают как обезьяны. Да, говорящие, галстук, и все. Поэтому с ними разговаривают только их куратки. Ну или те, кто хочет содрать с них 300% приют. Ну, с нас, то есть, при помощи. Михаил Геннадьевич, немного о международной обстановке. Страны Евросоюза не могут согласовать план действий на случай дефицита энергоносителей и лихорадочно пытаются заключить соглашение о солидарности, сообщает немецкая Handelsblatt. В это же время Фуфунтерляйен поехала в Азербайджан договариваться, чтобы азербайджанский газ шел тоже на нужды Евросоюза. Ваши ощущения, вот тот кризис, который разворачивается в Европе, в какой момент они все-таки запустят Северный поток-2? Ты что? А зачем запускать Северный поток-2? Понимаете, европейские политиканы, они подчиняются не своим народам, они подчиняются Штатам, в крайнем случае англичанам. Даже в условиях массовых протестов, которые разворачиваются? В условиях массовых протестов, потому что очень сложно опираться на людей, которых вы расстреливаете и травяете собаками. Например, расстреливают во Франции, пока, правда, с якобы нелетального оружия, с большим количеством жертв, а травят собаками, по-моему, в Голландии травили. На этих людей сложная опираться. Нужно опираться на своих реальных хозяев. А второе. Что такое солидарность по-европейски? Это значит, что страны, которые устроили нормальным европейцам нехватку энергии, теперь эту энергию хотят получать от тех стран, о котором они устроили этот кошмар. Мы, конечно, дебилы, но мы же не мазохисты. Это русские мазохисты, мы не дебилы. Так что, да, и при этом европейские бюрократы не могут договориться ни о чем, просто потому, что когда вы дружно скачете с кастрюльками на головах, кричите «Россия виновата», вы в процессе этого скакания договориться не можете. Это разные жанры. Поэтому, нет, Европа будет ликвидироваться. На самом деле, надежда Европы заключается в том, что очень холодная зима и отсутствие отопления отпугнет потоки мигрантов, которые туда должны пойти из-за организованного в Северной Африке, Ближнем и Среднем Востоке голода. А, то есть это защита от мигрантов. Если мы выключим отопление, то мигранты не зайдут, а становятся где-нибудь на полудороге. Проблема в том, что мигранты про это не знают. Сознание мигрантов сформировано Голливуду, а не у Русулы и фонда Рляйя. Поэтому Русулы и фонда Рляйя может изображать что угодно, может творить с немцами что угодно. Я считаю, что на самом деле в этом локальном вопросе европейские элиты правы. Потому что Европа привела к власти фашистов в 2014 году на Украине. И Европа должна быть за это уничтожена. Я полностью согласен с этой... Я надеюсь, под уничтожение вы не имеете в виду ядерный удар? Зачем? Зачем нужен ядерный удар, когда есть нынешнее поколение европейских политиков? Зачем? Это более эффективно... Вы имеете в виду социально-экономические проблемы? Конечно. Это более эффективное оружие уничтожения. Вы же понимаете, что мы на Ютубе обязаны все это уточнять. Нет, конечно. Понимаете, вот американцы нанесли ядерный удар по Японии. Погибло четверть миллиона человек, включая отложенные смерти. Но японцы же от этого не заместились, извиняюсь за выражение, неграми. Правда? Японцы остались японцами. Что делает американская стратегия, американский дискурс в Европе? Он замещает европейцев неграми и арабами. Вопрос. Какое оружие страшнее? Ядерное или социокультурное и управленческое? Ответ – социокультурное и управленческое. Так зачем же применять слабое оружие против тех, против кого уже применено сильное оружие? Это глупость. Наоборот, я думаю, что необходимо обеспечить всяческую поддержку этой обиженной лирной колбасы, которая способна... Да все, что она способна – это обеспечить отзыв украинского посла. Это, на самом деле, это вершина карьеры Шольца. Это вершина карьеры. Запомните этот момент. Это вершина его жизненного пути, его жизненного цикла. А гусеница превратилась в бабочку и осияла своим светом всю бывшую Германию. Даже всю бывшую Европу. Ну, этим людям надо помогать. Не надо мешать. Я считаю, что мы должны признать, что санкции Запада крайне эффективны. Окончательно прекратить поставки в Евросоюз и газа, и зерна, и минеральных удобрений. Добиться, чтобы они разморозили наши деньги. Вывести эти деньги из Европы. Ну, и после этого можно будет начать переговоры о том, что, ребята, если вы хотите, мы можем поставлять газ. Но только по текущему мы начнёмся. Саудовская Аравия и США подписали 18 соглашений меморандумов о сотрудничестве в ряде сфер, включая энергетику, инвестиции и космос. Эр-Рият обязался поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях устойчивого экономического роста. Что же там всё-таки произошло? Саудиты начнут наращивать добычу нефти, и нефть начнёт дешеветь, или пока что нет для этого основания? Первое. Соглашение и меморандумы. Это разные сущности. Соглашение — это то, что обязывает его стороны принять какие-то усилия. Меморандумы от стрясения воздуха. Да, очень доброжелательно. Очень мне понравилось соглашение о развитии космоса. Я хотел бы его почитать. Правильно ли я понимаю, что саудиты обязались вывести Байдена на орбиту и там оставить? Или, может быть, наоборот? Очень сомневаюсь. Своение космоса — это то, что сейчас предельно актуально и для Америки, и для судьи. Особенно взаимопомощь в этом сложном вопросе. Дальше. Насчёт нефти. Если саудов с Карави нарастит добыча нефти, то на мировые цены в среднесрочном плане это не повлияет. Потому что дефициты настолько глубоки, настолько болезненны, что это не повлияет. Второе. Саудовская Аравия сейчас добывает нефти на миллион с лишним баррелей в день меньше, чем она может добывать. То есть, во-первых, возможно, она в рамках ОПЕК-плюс действительно, так сказать, является ударницей. Но маленькая проблема. ОПЕК-плюс не добирает те квоты, о которых Айпон договорился. ОПЕК-плюс не выбирает те квоты, которые он должен поставлять на рынок. Из этого можно сделать вывод, что Саудовская Аравия либо не хочет наращивать добычу нефти в соответствии с имеющимися у неё мощностями, либо не может этого сделать, потому что эти мощности находятся в не очень хорошем техническом состоянии. Что тоже возможно. Но так или иначе, если бы Саудовская Аравия хотела и могла увеличить добычу нефти, она тупо начала выполнять соглашение ОПЕК-плюс. И Баден здесь вообще ни при чём. Совсем. То есть, цена на нефть пока что остаётся стабильно высокой? Цена на нефть будет снижаться, может быть, но она будет оставаться высокой. Она будет оставаться запретительно высокой для мировой экономики. При этом надо понимать перспективу. К 2030 году, чтобы не было физического дефицита нефти, нужно осуществить инвестиции дополнительно на 300 миллиардов долларов. Напоминаю, что западными инвестиционными фондами инвестиции в нефтедобычу до сих пор запрещены. Прямо запрещены. Потому что экологическая повестка. Да, климатическое мошенничество. Если вы инвестируете в нефтедобычу, а вас лишают возможности кредитоваться, и вам снижают рейтинг, и вы теряете деньги. Второе. К 40-му году, если всё это как идёт, да, доля нефти в энергобалансе мира снизится. Но потребление нефти в тон вырастет. Соответственно, 45% нефти в 40-м году нужно будет взять неизвестно откуда. Единственное крупное месторождение, которое сейчас осваивается из новых месторождений, это не Саудовская Аравия, это Российская Федерация. Это востоковый. Точка. Поэтому американцы пытались убедить увеличивать добычу нефти иранцев, иракцев, венесуэльцев и всех, кого не вытирали ноги. На самом деле визит Байдена увенчался оглушительным успехом, потому что ни одно мировое медиа не разместило фотографию, даже в социальных сетях нет этой фотографии, где господин Байден стоит перед Бен Сальманом на колени. А было бы это? Я не знаю, я не держал свечку. Но судя по ситуации, это было бы более чем логично. А дедушка Байден, он политик, в общем, нормально, честно, надо будет, на колени встанет. Понятно. Фирменный делягинский юмор подвезли. Байден после этого отправился... Что он мог предложить Байден Бен Сальману? Что он мог ему предложить? Он ему острова отдал руками Израиля. На что Бен Сальман сказал, ну хорошо, пусть израильтяне летают на территории Саудовской Аравии, а Аравии никаких проблем нет. Соглашение достигнуто? Достигнуто. Молодец. Только это не про нефть. Это про то, что нужно Саудовской Аравии, и то, что нужно Израилю. Это не про то, что нужно Америке. Что мог предложить Байден Бен Сальману? Три вещи он мог предложить. Он мог предложить ему атомную бомбу, но здесь и Иран, и Израиль вместе, как я понимаю, сказали, нет, не надо. Он мог встать перед ним на колени, и он мог предложить ему сексуальные услуги, но здесь, я думаю, Бен Сальман сказал, что у него другие вкусы. Я его понимаю, честно говоря. Израильская газета Хаорец выпускает статью под заголовком «Россию и Иран» тревожит новый стратегический альянс на Ближнем Востоке. Байден посетил саммит лидеров государств Персидского залива, Египта, Ирака и Ордании. В Иране опасаются, что новая израильско-американская инициатива сплотит его соседей в единый фронт, хотя пока реальных угроз со стороны альянса нет. В это же время, вот на прошедшей неделе, в Иране заявили о том, что у них достаточно материала для создания ядерного оружия. То есть прямо в открытую заявили, раньше об этом все догадывались, ну вот такое вот заявление прямо во время этого самого саммита. Сообщается, что высокопоставленный адмирал, так-так-так, где-то у меня это таинственно погиб, иранский адмирал, который отвечал за иранскую группировку в Каспийском море. И в это же время сообщается, что Россия получит от Ирана целую серию беспилотников, которые нам сейчас так необходимы в украинской спецоперации. Что с Ираном? Какие перспективы? Ну, во-первых, я не знаю, что с Ираном. Я знаю, что у Израиля все хорошо. По очень простой причине. Всячески культивируемый ужас Израиля, израильской общественности перед иранской атомной бомбой, при этом у Израиля атомная бомба есть, и у Ирана ее нет. В последнее время Ирана ее не хотел. Она, на самом деле, является фикцией, высосанной из пальцев пропагандистских целей. Так называемая хуцпа. Очень эффективный метод ведения политики. Почему? А дело в том, что Иран не может применить атомное оружие против Израиля по очень простой причине. На территории Израиля находятся мусульманские святые. То есть, бросить атомную бомбу на Израиль для мусульманина, при всей его ненависти, возможной ненависти к Израилю, это даже не святотатство и богохульство. В нашем языке нет слов, которые выражают невозможность этого. Ну, мусульманин не может завернуть Коран в свиную кожу. Это невозможно. Это чудовище. Это самострел. Это не самострел. Это чудовищное богохульство. Это вы себя уничтожаете навсегда. Во всех следующих жизнях. Православный не может надругаться над укором. Католик не может набить морду Папе Римскому. Даже если считает, что заслуживает глубине душа. И так далее. Это невозможно. Никто не может разрушать свои святые. Ну, никто из искренне верующих. Понятно, что у политиков, по крайней мере, возможно, у некоторых израильских святых нет. Но у иранских есть. Поэтому в части атомного оружия Израиль находится в абсолютной безопасности от Ирана. Израильское руководство это очень хорошо понимает. Как люди верующие. Поэтому наличие или отсутствие атомной бомбы у Ирана является большой головной болью для всех. Кроме одного единственного государства в мире. Которое тем озабочено больше всех. Но, как обычно, евреи взяли на себя озабоченность всего мира. И выразили его наиболее концентрированной форме. Это, как бы, одна из свойств еврейской культуры. Насчет нового альянса на Ближнем Востоке. Я придумал, пока вы мне задавали вопрос, для газеты «Хаарец» рекламный новый слоган. Три тысячи лет искрометного юмора. Ну, понятно, что газета с историей. Газета выходит давно. Газета выпускалась еще на глиняных табличках. Это мы все в рекламу понимаем. Но еще, так сказать, времена Вавилонского пленения. Но, понимаете, называть союз Соединенных Штатов Америки. С арабскими государствами. И в особенности с арабской монархией Персидского залива и Орданией. Новым союзом. Это непереводимый фольклор. Это вот тончайший юмор, что называется «Умри, Денис, лучше не напиши». И я что-то не заметил особого союза между Соединенными Штатами и нефтедобывающими государствами Персидского залива. Если, конечно, не понимать под союзом, когда я что-то прошу, очень для меня важное. А меня регулярно посылают. И даже долгое время отказываются меня принять, что характерно. И отказываются со мной разговаривать, что характерно. Когда Байден уже прилетел, и возник вопрос сбивать или разговаривать, тогда саудиты решили, что все-таки мы будем разговаривать, потому что нашему ПВО сбить, скорее всего, не удастся. А, у них есть. У них наше ПВО уже есть. Ну, в общем, они пожалели дедушку. Решили не вмешиваться в внутриполитический американский процесс. Так что здесь поставки беспилотников нам, иранских. Но это, конечно, чудовищный позор, потому что беспилотная авиация была изобретена в Советском Союзе в 70-е годы. В начале 70-х были сделаны первые, называлась Печелка. Вот, если память не изменяет. И потом разработчики этих технологий уехали в Израиль, когда стали выпускать. Ну, здесь это никого было не нужно, там это развелось. То есть, Израиль стал мировым лидером в этой сфере. А дальше Иран, глядя на своего, так сказать, противника, сделал тоже довольно неплохо. То есть, вы никакой крупной войны, конфликта на Ближнем Востоке в ближайшее время не ожидаете? Нет. Вообще нет. Окей. Что касается Китая, Михаил Геннадьевич. Мы полгода назад, год назад обсуждали, что осенью в Китае 22-го года должен состояться 20-й съезд Коммунистической партии Китая, где будет судьбоносное вообще решение Си Цзиньпинь, не Си Цзиньпинь. Для этого объединение с Тайванем. Время близится, ничего не происходит. Уж полночь близится, а Германа все нет. Но, как я помню, Герман все-таки в итоге пришел. Правда? В классике, в пиковой даме. Вот полночь близится, Германа нет. Но вы не переживайте, Си Цзиньпинь уже в пути. Это неплохая замена Германа. Вы считаете, что до съезда все-таки в ближайшие 2-3 месяца... Я вижу подготовку к этому. Я вижу две вещи. Я вижу подготовку к этому. И вижу, что наша спецоперация здорово поломала планы. И я вижу, что качели в Китае политически качаются. Все значимые государства, условия глобального кризиса превращаются в поле боя. И мы здесь не исключение. Мы здесь общее правило. И в Англии тоже самое. И в Америке тоже самое. И в Китае тоже самое. В Индии все случилось 4 года назад. Там это просто произошло раньше. Индусы все-таки политическое руководство Индии. Это ведическая культура. Они лучше чувствуют потребность эпохи. У них более совершенной технологии политического планирования. У нас только промышленность. О промышленном планировании разговаривают, а не политическом. Вот в Германии, в Польше. Там все в порядке. Стран, от которых ничего не зависит. Поэтому в Эстонии все полная стабильность. Там все нормально. А в странах, от которых что-то зависит, это в политическом отношении эти государства являются полем боя. В Китае качаются качели. Есть очень простой индикатор, который виден всем. Это интенсивность коронавирусов. Когда закрывают на локдауны новые города, это означает, что... Закрывают на изоляцию, извините. Это означает, что либералы крепятся. Когда дается официальное разрешение использовать армию вне военных операциях, это значит, что патриоты готовятся. Посмотрим. Будем ждать. Михаил Георгиевич, напоследок. Ходят слухи об скорой отставке Алексея Кудрина с поста главы счетной палаты. Кто мог бы достойно занять это место? Знаете, я, наверное, обижу людей, которые сейчас раскладывают сложные пассиансы. Кто угодно. Кто угодно. У него есть очень высокопрофессиональные аудиторы. Скажем так, те, кого я знаю, они все высокопрофессиональны. Все способны занять это место. Есть некоторое количество вменяемых людей в политике, которые способны занять это место с политической точки зрения. Да, Кудрин в списке. В списке были он, Мантуров на повышение. На вылет стояли Борисов, Рогозин и Кудрин. Ну, Рогозин с Борисовым реализовались быстрее Кудрина. Ну, поживем, увидим. Может быть, еще раз соберут счетную палату досрочно. Проверят вставаемость, так сказать. Я лично не возражаю, понимаете, у людей, у которых округ Чукотка, им тяжело. У людей, у которых округ Москва, все просто. Спасибо за комментарии, Михаил Геннадьевич. Друзья, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Всего доброго. До новых встреч. Счастливо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...